В пруд запустили 30 щук, иногда какая-нибудь щука съедает другую, просто заглотает. Щука считает себя сытой, если она проглотила в своей жизни трёх щук, неважно, сытых, голодных. Какое наибольшее количество щук за всю историю этого пруда могли насытиться? Когда щука насытилась, она убивает телеграмму. Я стала сытой. Ну, запросто, возможно, что её после этого саму тоже... Какое количество всего щука? Вначале их 30. Одна это да, одна всех скушала, такой бывает. А больше, да? Вот решение. Давайте. Одна щука съедает 3 щуки. Да. То есть, сначала мы делим на 4. Да. У нас получается 7. Да. И остаток 2. То есть, 7 щук уже насытились, и всего получается 9. Да. То есть, оставшийся щук. Ну, ещё раз, это получается... У нас есть 9 щук, и опять делаем то же самое. То есть, 1 и 3. То есть, и получается то, что у нас насытится 11 щук. То есть, 9 и 9, 9 на 4. Получается... Это при вашем способе. А может быть, есть какой-то способ, при котором будет ещё больше насытившихся щук. Понимаете? Вы придумали некоторый способ, как они могут есть. Но ни с чего не следует, что этот способ оптимальный. Нет, спасибо вот за это. Вы придумали некоторый способ. Да, вот вы сказали, как они будут есть. Но не доказали, что больше нельзя. А щука может сказать, что она насытилась только один раз зажить? Ну, в общем, да. Сурово. Потом либо она продолжает плавать, неважно, кого она там съест, не съест, либо её съедет. Эта щука может съесть больше трёх. Пожалуйста. Да. В логике не может быть есть насытившуюся щуку, потому что награду уже не может, чтобы у вас есть только одна щука нужна. Только одна щука насытилась, она должна съесть три щуки. А, то есть, получается, что ответ 11 не может быть верным. Ответ 9. Вы думаете, что ответ 9? Да. А, бывает 9? Да, вот. Как? 7 насытилась и ещё 2. А, именно в его способе 9. Хорошо. А почему всё-таки не бывает больше, чем 9? Да. Как это строго сказать? Если 10 насытилась, то было 30 смертей. Хотя бы одна выжила. Ребята, дело в том, что что бы там ни происходило, но щуку съедают не больше, чем один раз в жизни. Да. Более того, в конце хотя бы одна щука должна продолжать плавать. Да. Значит, съеденных будет не больше, чем 29 штук. Да. А чтобы было 10? А если каждая телеграмма требует, чтобы съели хотя бы трёх, то 3 умножить на число телеграмм должно быть не больше, чем 29. Значит, максимум 9. Так, теперь давайте всё-таки я попух что-то объясню, а почему же бывает 9? Вот эта вот идея для Ленина 4 и так далее, она на самом деле не самая простая. Какая-то щука, смотрите, съедает трёх щук, да? Съедает. И сообщает о том, что их больше нет. Вот она насытилась. Отлично. После этого её съедают и ещё две. После этого эту съедают и ещё две. Понятная идея? Да. Что у нас будет тогда происходить? На каждом этапе у нас фактически будут расходоваться... Две. Две. Потому что новых щук надо две. Одна у нас осталась предыдущей, да? Теперь давайте считать. Всего было 30. Вот на этом этаже 3 штуки израсходовали, да? Значит, осталось уже сколько? Осталось 27. И при этом одна щука отрапортовала, что она счастлива. Теперь переходим на следующий этап. Две съели... Ещё раз. Алексей Васильевич, то есть на каждом этапе вы съедаете счастливых? Счастливую щуку вы съедаете? А что с ней ещё делать? Понятно. Что с ней ещё делать? Вот. Съезаем эти три штуки, да? Вот. Осталось 24. И уже две отрапортовали. Всё. На следующем этапе... Понятная идея? Да. Осталось 21 и 3. Ну, теперь понятно, что будет. В какой-то момент здесь будет 9, а здесь что? Три, конечно. Потому что тройная вот эта штука плюс это будет 30. А когда у вас остались трещути, уже не получится на есть. И уже слишком мало.